Здравствуйте, в эфире канала Культура, программа Наблюдатель. Сегодня Наблюдатель доверен мне, меня зовут Андрей Максимов. Есть такое словосочетание, удивительное, называется информационный повод. Вы, наверное, знаете, что программа не может просто интересно, у нее должен быть информационный повод. Вот сегодня их два. Через четыре дня в Москве и Петербурге открывается юбилейный 15-й международный конкурс Немчайковского. А сегодня исполняется 40 лет Дениса Мацуева, одному из победителей этого конкурса. И когда у меня есть выбор, что важнее, событие какое-то такое событие или человек. Мне, конечно, важнее человек. Поэтому мы сегодня в студии будем отмечать, я не знаю, 40 лет это юбилей или не юбилей, будем отмечать юбилей Дениса Мацуева, будем, конечно, говорить о конкурсе Немчайковского. Но более того, вот если сейчас наш рестор покажет общий план, покажите общий план, вот, вы видите двух гостей, а их будет трое. И третий человек уже просто мчится к нам, он к нам забежит ненадолго, но когда он забежит, вы поймете, что этого человека имело смысл ждать. Это замечательный совершенно человек. Я всегда в прологе задаю один и тот же вопрос. И сейчас я тоже задам вопрос. Я предполагал трем гостям, может быть, он подойдет. Задам двум. И я попрошу ответить на этот вопрос, и вы будете отвечать, я вас представлю. Вопрос мой очень простой. Я прошу продолжить фразу «Денис Мацуев – это». И первым я прошу это сделать, Александр Витальевич Слатковского, дирижера, заслуженного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра в Республике Татарстан. Александр Витальевич, продолжите фразу. Денис Мацуев – это нападающий. Денис Мацуев – это форвард. Я на всякий случай говорю, что мы говорим про пианиста, на всякий случай. Так, понятно. Собственно, сам сегодняшний… Так, оправку спрашиваю. 40 лет – это юбилей? Абсолютно нет. Я случайно здесь оказался. Ведь не случайно, мы вас позвали. Очень рад быть в вашей студии, но, знаете, юбилей – слово какое-то очень странное. Я обожаю своих друзей. Я никогда не отмечаю юбилей, дни рождения. Я встречаюсь с друзьями. И вот сегодня один друг уже здесь, второй сейчас подъедет. Поэтому, безусловно, цифра какая-то непонятная. Много мне людей говорили о том, не вздумай отмечать, ты что? Это же, так сказать, какая-то плохая примета. Знаете, я каждый день отмечаю, я выхожу на сцену. Для меня это самое важное. Я могла сказать, что я отмечал свое… Вот расскажите ощущение. Последнее свидание, которое я отмечал, было мое 40-летие. С тех пор я тут 16 лет прожил, и все хорошо. И все-таки я, чтобы не уходить от традиции, попрошу вас продолжить фразу. Денис Мацуев – это… Сибиряк. А что такое Сибиряк? Сибиряк – это национальность. Я уже много раз об этом говорил. Как говорят рыбак рыбака, вот Сибиряк Сибиряка видит издалека. Это, знаете, какое-то удивительное единение людей. Потому что, когда ты играешь концерт, скажем, где-нибудь в Нью-Йорке или в Лондоне, или в Токио, если человек подходит к тебе, говорит, что он из Сибири, а если он же говорит, что он из Иркутска, то тогда он автоматически становится твоим родственником. Происходит какое-то удивительное сразу семя. Нету плохих людей среди Сибири? Я не встречал, точно вам скажу. То есть в Сибири – это место, где живут хорошие люди? Абсолютно. Ну, приезжайте в Иркутск. А почему? А с чем? Я был в Иркутске, это хорошее. А с чем связано? Не знаю, удивительный какой-то характер сибирский, какая-то закалка, какая-то доброта внутренняя у любого сибиряка. Понимаете, вот если ты попросишь на улице, спросишь вопрос, где находится музыкальный театр в Иркутске, скажем, или Дом музыки Дениса Мацуева, то каждый человек вам не то что скажет, а он вас проводит и скажет, где это находится. Особенно филармония еще, знаете, любой таксист в Иркутске знает, где находится филармония. Поскольку нашу программу смотрят по всей стране, можете сейчас, те, кто сейчас находится в Иркутске, можете проверить, выйти на улицу и спросить. Давайте посмотрим фрагмент выступления Дениса Мацуева в финале 11-го конкурса Менчайковского. Сейчас, напомню, будет 15-й. Это 1998 год. Лист, концерт для фортепиано с оркестром. ПОЕТ НА ИНОСТРАМОЛИЙ ПОЕТ НА ИНОСТРАМОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тот человек, который ведет за собой огромное количество людей И я не случайно сказал вначале, что он нападающий Потому что вы знаете Мы, может быть, еще успеем сегодня поговорить об этом Что Денис страстный спортсмен И болельщик внутри И вот этот такой дух азарта Он свойственен, мне кажется, каждому большому музыканту И то, что Денис Лидер и капитан нашей команды Поколение музыкантов Для меня это Гораздо важнее даже того, что Мы сейчас говорим О качестве солистов Денис всемирно признанный виртуоз Блистательный солист С которым мне, как дирижеру, невероятно приятно Я вас все заставляю, потому что Денис, мне кажется, должно быть неловко Нет, а зачем мы тогда об этом говорим? Нет, мы говорим, чтобы люди услышали Я, кстати, хочу сказать зрителям и вам Что чай и пирог настоящий Можно пить и есть Мы уже пьем Спасибо, что пришли, Александр Витальевич Спасибо, что пригласили Вы помните ночь перед финалом конкурса Чайковского? Безусловно Вот ночь и вот А как вот Параллельно же шел чемпионат мира по футболу Во Франции тогда Они раньше шли в одно время Поэтому это меня отвлекало От этой атмосферы электрической Которая царит на каждом конкурсе Чайковского И вы могли смотреть футбол Зная, что у вас завтра финал? Абсолютно Я болел страстно Это меня отвлекало И наоборот вдохновляло На самом деле И это я сказал В моем первом интервью Телеканалу Культура тогда Это осталось в архивах Я прекрасно это помню Перед выходом на сцену У меня набрала корреспондентка Интервью Я сказал, что вот это мне Это мне помогло Вдохновило И действительно Ну как можно было пропустить Чемпионат мира по футболу? Скажите, пожалуйста Вот есть ощущение Например, у меня Что перед финалом Конкурса Чайковского Человек должен сидеть За инструментом 24 часа в сутки Нет, я играл тогда программу Которую я играл уже лет 10 Я ее знал на зубок Она у меня была обыграна Главное было настроиться Потому что все было готово И самое главное Безусловно Нужно было абстрагироваться От того, что это конкурс Хотя это нелегко Потому что большой зал Большой зал Сложность этого зала Все прекрасно знают Это магическое место Мистическое в каком-то роли Выдающиеся музыканты Приезжали сюда И играли отсюда Отнюдь не самый удачный концерт А как настроиться? Ну это у меня с детства Вот расскажите Вот нас смотрят В том числе и участники Конкурса Чайковского Будущего Как настроиться? Самое главное Абстрагироваться И не играть для тех Выдающихся людей Которые сидят в шестом ряду За зеленым сукном Вот это самое главное Потому что вы играете Для публики Которые приходят туда Для сумасшедшей публики В хорошем смысле слова Конкурсной публики Конкурсная публика На Чайковском Это же отдельная история А как абстрагироваться? Вот человек Идет молодой человек Садится за три метра Смыслит, а там отцу Как это абстрагироваться? Вы знаете Там будут такие ребята Что многим и не нужно настраиваться Потому что уровень Конкурса Чайковского В этом году Просто беспрецедентный Там есть как и Суперизвестные музыканты Которые уже имеют Даже карьеру отдельную В мире Которые лауреаты Многих международных конкурсов Но они приехали На это испытание Они идут на этот риск А риск громадный Потому что Как ни крути Все равно Только один человек Остается довольным На конкурсе А второй уже нет? Ну естественно Да, но Конкурс Это же Нужно участвовать Для того, чтобы победить Скажите, пожалуйста Савель Савельевич А у вас есть какой-то совет Вот музыкантам Когда придут Как настраиваться? Мне кажется Дирижер Это тоже очень важно Вот как Очень часто же Человеку не получается Сделать качественно Хотя он все умеет Потому что не сумел Настроиться Вы знаете Я думаю Что не надо Специально К конкурсу Настраиваться Если ты Решил Что ты участвуешь В конкурсе Тебе надо Просто делать то Что ты должен делать На сцене В этот момент А как это? Ну как? То, что ты делаешь В обычной жизни Ты выходишь На сцену Большого зала Консерватории Сидят Выдающиеся музыканты Члены жюри Что как Раз у тебя Хватает наглости И амбиции Выйти И участвовать В этом Значит На самом деле Это и И не только жюри А еще и Весь мир Потому что В прямом эфире Будет смотреть По Медичи Весь мир Весь мир Не так страшно Как Манцуев Весь мир Это где-то там Весь мир А тут вот Абсолютно нет Вы знаете На мой взгляд Самое главное Настроиться На концерт Каждый из участников Должен понять Что это Очередной концерт Которых у них Надеюсь Будет Очень-очень много В их жизни Ваша жизнь Принципиально изменилась После этого конкурса На 180 градусов А что Это как Ну я начал ездить По всему миру Под брендом Победитель конкурса Чайковского А это Действительно Уникальная И планка И Гарантия того Что у тебя есть шанс Вот за Те два года После конкурса Чайковского Объехать весь мир И доказать Что это премия Не случайно Вы говорили Нет В мире бренда Сравнимого С брендом В мире конкурса Чайковского А как же Скажем Конкурс В Бельгии Знаменитый И не только В Бельгии Шопен Тоже В Варшаве И конкурс Клайберна Клиберна В Форте В Литте А что такое А что в нем Есть такое Вы знаете Безусловно Политика Сыграла Очень важную роль Конечно же В то время Когда Клиберн Американец Приехал В 58 году Выиграл Такой конкурс По прямому Указанию Никиты Сергеевича Хрущева Это было одно из самых гениальных его решений Потому что Все мы знаем эту историю Когда Хрущев спросил у министра культуры А что говорят специалисты На что министр сказал Что Ну говорят Что в общем-то Он действительно играет лучше всех Ну и давайте ему первую премию Вот И таким образом Потому что Понимаете И политика С одной стороны А с другой стороны Клиберн же играл гениально Он играл в такой манере В рахманиновской манере В русской манере Он же выпускник Джулер-скулу нашей Разины Левиной Это же русская фортепианная школа Он пел на фортепиан Понимаете Но таким образом Хрущев Сблизил наши страны Во-первых Холодная война Начала Угасать С того момента Это же абсолютно И Клиберн Приехал Триумфатором В Америку Во весь мир По всему миру Был уникальный тур Естественно Все об этом конкурсе узнали И с тех пор Планка победителя конкурса Чайковского Она находится вот на такой высоте Выше чем Я просто знаю про Бильгер Безусловно Но то что дает конкурс Чайковского Не дает ни один конкурс Тем более в этом году Потому что в этом году Условия победителя Будут просто Такого нигде нету И не было никогда А чего такое будет? Это будут дебюты Во всех крупнейших залах Дебюты с самыми Гениальными оркестрами Записи Естественно Не забываем Что гран-при Это 100 тысяч долларов Еще плюс Плюс тому И самое главное Огромное количество Деньги Деньги То что есть уникальный шанс Дебютировать В Карн-Михоле В Мюзик-Феррайне Концерт Гибао И так далее Такого не было Такого не было никогда В жизни ни на одном конкурсе мира Скажите А для вас важно Вот Какой-нибудь музыкант Который вы не знаете Он победитель конкурса в Бельгии Он победитель Это для вас важно? Это важно? Нет Не важно вообще? Совершенно не важно А тогда зачем Тогда все это? Ну Для кого-то это очень важно А почему для вас не важно? Вы знаете Я ведь не член жюри Я не оцениваю Скажем Музыканты по листу Продюсер вам говорит Вот у вас Такой замечательный Зависит от того Какой продюсер Потому что у хороших Продюсеров Не бывает Плохих музыкантов На листе Я так думаю Поэтому здесь Вы знаете Когда возникают Такие контакты Творческие То совершенно Совершенно Как сказать Я никогда не смотрю В CV В биографию музыканта Если Он известен Если Вообще музыкальный мир Очень близок Друг Люди очень близки Друг к другу Он очень тесный И все друг о друге знают Престижно Когда люди Выигрывают конкурсы Но мне кажется Это не цель Я думаю Что все регалии Звания и пиар Должны находиться В пальцах музыкантов Конечно Вот я работаю Без суфлера И без уха Но в такие Какие-то важные моменты У меня появляется Надпись на суфлера Сейчас у меня появилась Надпись Что наш гость Не приедет А должен был к нам Приехать Юрий Абрамович Башмет Он должен был Приехать к нам И потом уехать В аэропорт Но он не приедет Редактора нашей программы Сказали Что пока они не увидят Вот его в кресле Я не поверю Что он будет Они оказались правы Ну что мы будем делать Мы же не будем Обижаться на Юрия Абрамовича Правда? Вы знаете С одной стороны Ты Никогда не Ругаешься На Какие-то вещи Но Пробки в Москве Это конечно Зло Это зло Которое Я никогда в жизни Не опаздывал Ни на один рейс Ни на один концерт Но Вот такие вещи Конечно обидны Потому что мы Договорились с моим Дорогим другом Юрием Абрамовичем Башметом С которым мы Огромное время Дружим Играем Творим И Еще в контексте Моего концерта 23 июня В Кремлевском дворце Где Александр Витальевич Тоже будет участвовать И Многие мои друзья Будет совершенно Что-то новое На этом концерте Куда я и вас приглашаю 23 июня Вот Но Это будет импровизация Вот Башмет Он в принципе Джазмен Он же Он же не альтист Да Но я Я надеюсь Что может быть Юрий Абрамович Увидит эту передачу Я хочу сказать Юрий Абрамович Вот ваше место Оно есть Поэтому мы Надеемся Что вы к нам Просто придете Когда-нибудь У нас масса есть Огромное желание С вами побеседовать Я лично за ним поеду И привезу его в студию Вот это будет Я не знаю Что это за программа Но водитель у него Мацуев потом скажет Вы говорите Как бы между прочим Говорит Наш гость Денис Леонидович Между прочим Говорит У меня концерт В Кремлевском дворце В Большом Кремлевском дворце Я думаю Что вы единственный Пианист Который может собрать Большой Кремлевский двор Еще один был Ван Клиберн После конкурса Чайковского Вы знаете Почему Кремль Потому что залы заняты На конкурсе Чайковского Вот Скажите мне Пожалуйста В связи с этим Я хочу спросить И у вас И у Александра Витальевича Что нужно Для того Чтобы добиться В музыкальном мире Успеха Помимо таланта Талант Понятно Надо быть талантливым музыкантом Но видимо Это недостаточно Вы успешный музыкант И мне кажется Что это С моей точки зрения Это комплимент Человек должен быть успешным Что с вашей точки зрения Нужно Чтобы в музыкальном мире Добиться успеха Вот этим тем же ребятам Которые будут На конкурсе Чайковского Ну во первых Об этом думать не нужно Если ты садишься за рояль И перед занятиями скажешь Я сейчас буду заниматься Для того Чтобы стать успешным музыкантом Я думаю Что это уже самое последнее После чего Наступает Не успех Да Но Безусловно Если мы говорим О карьере Концертирующего пианиста То успех Это Концерты Количество концертов Как это Ну как сделать Так что было много Ну Точного рецепта Не существует Ну кстати говоря В нашей стране сейчас В отличии от Европы Скажем Или Америки Возможностей для Молодых музыкантов Гораздо больше Чем там Мне кажется Музыкант должен Точно понимать Что он Очень хочет Реализовать То Что живет в нем Как в музыканте Ну это наверное Каждый хочет Ну наверное Но если он Точно этого хочет То у него есть шанс Это реализовать То есть Вы оба Интеллигентно Не говорите Про то что Нужно быть пробивным Нужно быть обаятельным А это и есть характер Нужно уметь договариваться Я не знаю с кем Договариваться музыканты С продюсером Это все важно Или не важно Вот такие человеческие Кажется Давайте на чистоту Теперь поговорим Теперь Поговорим уже По чесноку Это важно все Знаете Мне кажется Конечно это важно Это жизнь Все связано Люди связаны То есть нету человек Таких Вот он потрясающий музыкант Таких способностей Нет Знаете Валерий Писалович Георгиев Буквально недавно Сказал Мне кажется Очень важную вещь Он сказал Что дирижер Должен быть умным Талантливых дирижеров Очень много А умных Не очень Знаете Я брал интервью По-моему У всех российских Выдающих Они все очень умные Вот Тимирканов Невероятно Умный человек Просто Безспорно А Тимирканов Вообще сказал Когда мы На следующий год После того Как Денис выиграл Конкурс Чайковского Был конкурс Прокофьева В Петербурге В 99-м году Тимирканов Сказал Легендарную фразу Которую я до сих пор Помню При случае Цитируя Он сказал Что дирижерами Становится лет в 50 Или не становится Конечно Это Это Не можно Рецепта Нет Это жизнь Которую ты проживаешь Либо осознанно И с Колоссальным Устремлением Реализации себя И движения И так далее И понимание Ответственности Что ты Имеешь Способности И ты должен Реализовать их А скажите Денис Вот мы У нас только Четыре дня Конкурс начнется Кто-то на нем Победит Безусловно Мы можем Уже сейчас Сказать Что это будет Личность Не просто Потому что Не личность Победить на таком Конкурсе не может Вы знаете Я могу сказать Про пианистов Потому что Я Член жюри Конкурса Пианистов Хотя я был Только в финале Потому что У меня Все-таки Не мог Свой график Раздвинуть Таким образом Естественно Не быть там Не мог Я участвовал В подготовке Конкурса И Мы с Валерей Бесаловичем Делали большую работу Правда До этого Техническую И Разную Много Очень разных Мелочей было Могу сказать Что у пианистов Уровень Беспрецедентный Минимум Я думаю Что Пять человек Претендует На первую премию Такого не было Со времен Моего конкурса Могу сказать Потому что Тогда был тоже Уровень Просто Сумасшедший Еще же Был же Отборочный Тур Видео Сейчас будет Еще Отборочный Три Отборочный Живой Тур 60 человек Приедет сюда Играть Живой Тур А после Останется 30 на первом Туре Вот сейчас Начинается Самая большая Схватка Мы так говорим Нагнетаем Как к Олимпиаде Хотя действительно Конкурчиков Это сродни Олимпиаде Раз в 4 года И победитель Это Удивительная Ценная Ценная Эта история Но Это же все Субъективно У нас же нету Ни баллов У нас нету Ни секунд Вот вы знаете Я хочу Сейчас с вами Поговорить про конкурсы Просто вообще про конкурсы И про субъективно Прежде чем мы это сделаем Я хочу Такую Чтобы у нас возникла такая Что называется музыкальная пауза Хотя музыки не будет У нас у всех есть чай Я предлагаю произнести То за музыку Но только как-то его объяснить Вот я Чтобы подать пример Скажу что для меня Например музыка в нашем мире Это единственное Это единственное Одно из немногих Может быть музыка И болезнь Что с этим связано Абсолютное проявление красоты И гармонии Вот абсолютная красота И гармонии В нашем мире есть в музыке Поэтому она замечательная Вот Во-первых За святую к музыке Нет, прекрасней Изотерапию Потому что музыка Все-таки она является Терапевтическим эффектом Тем более в наше Очень непростое время В любой из точки света Все кто сейчас нас смотрит У кого есть чашки Я повторяю Это чашка с чаем Или с кофем Им кажется Можно в своем месте Поднять тост на музыку Вот как сказали Это замечательные люди А теперь про неприятное Про конкурсы Вообще Не про конкурсы А вообще Почему про неприятное Я знаю Я не слышал Ни от одного музыканта Ни от самого знаменитого Ни от самого Сейчас я не говорю Что он любит конкурсы И все говорят Что это ужасная история Именно из-за того Что это абсолютно субъективно Что как правило Есть много равных людей С которых непонятно Как выбирать Это так? Вот с вами Да, бесспорно Это страшное испытание Психологически Ты идешь Не знаю Выиграешь ты или нет И тебя никто не страхует При этом Ты можешь Раз и навсегда Понять для себя Что ты ни на что не способен Но опять-таки Если мы говорили О проявлении характера То конечно Если ты выдерживаешь Эту нагрузку Психологическую Без этого Без этой ступени Очень сложно Двигаться дальше В карьере Если ты не можешь Ее преодолеть Психологически То вряд ли У тебя хватит сил Распределить Разумность Так сказать Всю свою карьеру Так чтобы Идти на крещендо А первый шаг Это и есть конкурс А на сколько Крещендо фестиваль Ну я имею ввиду И фестиваль Крещендо замечает А на сколько Верны слухи о том Что там же многие Так бывает Может быть это не так Что в конкурсах Участвуют ученики Тех людей Которые сидят в жюри Вот именно этого На конкурсе Чайковской И не будет Это ученикам Членам жюри Играть запрещено Они просто бы не прошли На отбор Видео Даже заявки бы не принялись На видеоотбор Это мне кажется Очень важный момент Это прорывное решение Потому что безусловно Как ни крути Какая бы бескорыстная система Не была Все равно Если играет свой ученик Кто-то Здесь можно спорить Но по-моему Это правильно По-моему это правильно Но в этом году Сидят не только знаменитые профессора Но и знаменитые музыканты Которые никогда в жизни Не преподавали Просто выдающиеся музыканты Которые сейчас До сих пор играют на сцене Конечно Субъективность есть Огромная У каждого члена жюри Даже выдающиеся музыканты Есть свое собственное мнение И переводить это в баллы Но баллов в этом конкурсе Чайковского не будет Да, нет Ничего лучше не придумано На самом деле Поэтому здесь То есть количество членов жюри Нечетное должно быть тогда Да Правильно Правильно я догадался А вы не хотите быть секретарем жюри? Нет Я не умею быть секретарем Да и конечно Бойцовские качества Саша сказал абсолютно правильно Но Когда вы затрагивали тему Про ловкость в карьере и так далее Безусловно это может быть и должно присутствовать Но это конечно не на первом месте Но без конкурса к сожалению В наше время не получится ничего Вы отвечаете на вопрос Который я вам хотел задать Есть ли у музыканта Другой путь пробиться И стать концертирующим Кроме конкурса Я уверен что есть Тем более с современными средствами И интернет И много чего другое Сейчас в принципе Совершенно новая история начинается Скажем реклама на концерт уже не нужна Почему? Афиши не нужны Почему? Есть интернет Есть несколько соцсетей Где можно написать Что завтра будет концерт И билеты раскупятся Если мы говорим о популярном исполнителе Афиши уже не нужны К сожалению Звукозаписи уже не нужны Рынок просто скончался Его не существует Он рухнул Мы говорим не только о классической музыке Но и рок и поп тоже К сожалению и телевидение стали меньше смотреть И газет стали читать меньше И вот в этой истории Можно сказать Очень много сделать интересного Я имею ввиду заявить о себе В этом виртуальном мире Хотя Конечно шанс Когда ты становишься победителем конкурса Чайковского Когда у тебя мгновенно все меняется Такого нет нигде Вот в тот момент Когда вы смотрите нашу передачу Денис Леонидович Мацов Находится в Японии На самом деле С Юрикой Атошичем Тимирканом С Юрикой Атошичем Тимирканом Потрясающим человеком Скажите мне Я понимаю Что ради того Чтобы так жить Как вы живете Надо много чего Решиться И много чего Это понятно Мне не совсем понятно Ради чего Вот это все Вот эта вот безумная такая жизнь Она ради чего Ради выхода на сцену А выход на сцену ради чего Потому что это самое счастливое место на Земле Я самого раннего возраста Понял Что когда я играю Перед кем-то Я чувствую себя Совершенно удивительно Будь то в домашней обстановке Будь то в школе Когда я начинал Будь то Практически каждый день В концертном зале Это то место Где тебе Не звонит мобильный телефон Начнем с этого Это то место Где не ловят интернет Это то место Когда ты можешь общаться С... Это все очень похоже На студии Прямо наблюдать Здесь тоже не работает Мобильный телефон Абсолютно Поэтому здесь тоже очень приятно И самое главное Это публика Которая сидит в зале Которая Для которой я и выхожу То есть просто это удовольствие То есть вы это делаете Ради удовольствия Ну в таком широком Таком Абсолютно Это огромное счастье То что ты можешь выходить на сцену И играть перед огромным количеством людей Потому что Лучше места на земле нет Еще Байкал Скажите А сколько у вас было концерта В прошлом году? 221 За 365 дней Представляете сколько дней Я тунеядствовал 100... 220 И вам никогда не надоедает? Никогда в жизни Я еще не умею говорить слова нет Вот если меня приглашают Я обязательно туда поеду Если я могу технически Это вы очень ответственны Это вы телевизору говорите Это вы меня пригласили в наблюдатель Я пришел Это правда Это безусловно так Скажите пожалуйста А вот в вашей жизни Есть моменты Когда вы испытываете эмоции Сравнимые с теми Что испытывает дирижер С дирижерским пультом Помимо этого Вот в обычной жизни бытовой Вы знаете Я не чувствую Обычной жизни Вот честное слово Ну как Ну там у вас Как-то вы живете Друзья Все квартиры Да Тоже хорошо Нет Мне очень близко То что говорит Денис И мне кажется Что Артисты Они В хорошем смысле Совершенно сумасшедшие люди Они действительно Живут Ради этого удовольствия То есть вам в обычной жизни В общем ничего неинтересного Нет Как это Почти ничего Саша выкает Он абсолютно нормальный человек Нет Я нормальный Я нормальный человек Если мы говорим О смыслах каких-то То конечно Для меня Смысл Вот Всего моего существования И это концентрация На том Что я делаю За пультом И в зависимости от того Насколько это успешно Вот происходит Как вы сказали В повседневной жизни Все вокруг складывается И зависит только от этого Саше удалось Извините Сделать то что не удалось За долгое время По-моему Многим Дирижерам Он за пять лет Сделал феноменальный оркестр Феноменальный оркестр В Казани Такого не было В мире таких примеров Чтобы за такой Короткий период Оркестр Хотя имеющий Огромную историю Начиная с Натана Рахлина Но будучи Не в самом лучшем состоянии Тогда Совершил такой скачок Который перевернул Абсолютно Мысль то что А расскажите нам Алисанта Сейчас уже об этом Как делается оркестр Вот русская Как строится дом Я понимаю Как делается оркестр Вот так же и делать По кирпичику По кирпичику Кирпичики это люди Вы знаете Нет я не могу сравнивать Людей с кирпичиками Я имею ввиду Методики По которым Складывается Вот тот самый успех О котором мы говорим В конечном Скажите К вам приходит скрипач Наниматься в оркестр У нас вакансий Вы знаете Человеческий фактор Он наверное Настолько же важен Как и профессиональный Сколько в оркестре человек 110 И все хорошие люди Я очень на это надеюсь Во всяком случае За те пять лет Которые мы формировали Наш коллектив Вот уже в том виде В котором он существует Что такое хорошие люди Хорошие люди Это на которых Люди на которых Можно положиться Понимаете Это вообще огромная редкость Я бы сказал В наше время Да Но поскольку Это все работает Вот в режиме Собирается Именно ручного Какого-то труда Кропотливого Ежедневного Сейчас приехали Вена-Берлин Кстати Денис был Совсем недавно Привез Выдающийся коллектив Солистов Берлинской Венской филармонии В Казань Музыканты Такие авторитетные Давали потом Мастер-класс Нашим музыкантам Это было Совершенно Потрясающее Событие Для Казани Такой Настоящий Взаимообмен Творческий И человеческий И девушка Которая сопровождала Очень авторитетный Кстати агент Астрийский Она у меня спросила Наивно А сколько недель Вы проводите В Казани Мне было неловко Вообще Главный дирижер Проводит Ну в среднем 12 недель в году Значит С тем коллективом Минимум Я сказал Вы знаете Я не помню Сколько недель в году Но я ее Совершенно ошарашил Потому что мы живем В Казани И мы делаем Не только Занимаемся Не только музыкой Но Продвижением Продвижением Это огромное Ну как сказать Огромное предприятие Которое не может работать Если В этом коллективе Есть люди На которых нельзя положиться Это факт Очень красивый город Вам не надо рассказать Недавно был в Казани Что он потрясен Это правда Просто такой невероятно Красивый город Вот человек Люди Которые даже Вот он не победит На конкурсе Чайковска Займет второе место Или третье Если оно успех Будут говорят Да это успех А что такое успех для вас Вот как вы понимаете Успешный концерт Неуспешный концерт Вы знаете Я помню свой первый успех Когда я вышел Со сцены Когда я играл концерт Гайдена В Иркутской филармонии Когда у меня было 7 лет Для меня это был огромный успех Потому что я сыграл с оркестром У нас были репетиции Я говорил свои пожелания О льтовой группе Нашего симфонического оркестра Симфонического оркестра Да Я говорю Вы не могли бы Я остановил оркестр Сказал Вы можете Эту фразу немножко поярче Сказать Я вас просто не слышу И уважаемые музыканты Уже Характер Седые Сказали Конечно мы Пометили карандаш Вот И концерт был Очень успешный И для меня Это был первый успех А успешный Смышки Могу Нет Я понял Что внутри Что был успех У нас был контакт С музыкантами У нас был какой-то Концерт гайден Мы играли Какое-то было вдохновение И все здорово прошло Помимо успеха Который был В зале И вот после этого концерта Мне родители сказали Да это все было прекрасно Ты только забывай Об этих аплодисментах И пойдем-ка заниматься Вот этот успех У меня был Но он был 5 минут После чего я пошел дальше И так каждый день После любого концерта В Карнеги-холе Или в Барбер-холе Слава богу Что они рядом со мной Я говорю Имею в виду мои родители Которые до сих пор Вот эту фразу Которая была тогда Они у меня до сих пор И говорят Да Ну успех определяется Самим человеком Не рецензиями Не авантами Я успех Не подразумеваю Только с карьерой Успех Может быть Совершенно На другом В другом жанре В другом Просто в жизни Например Но успех Я не буду говорить Про эти вещи Когда ты помогаешь Людям Скажем Я могу об этом Не надо Не надо говорить Нет Я не хочу Просто Это то же самое Как джаз Я говорю Джаз это не только музыка Джаз это импровизация Которая может состояться Не только на сцене Но и в жизни В каких-то поступках Вот для меня успех Это успех моей команды Крещендовской Скажем За эти 10 лет Это наш успех Потому что Те слухи Которые были Что русскоисполнительская школа Она развалена Она умерла Она расплывалась В другие страны И буквально За один год Это мы разрушили Это мнение Вот это успех Вот я слушаю Уже не первый раз Мы беседуем с Денисом Неудобно говорить Но поразительный человек Помимо всего прочего А как вам кажется Такого человека Можно воспитать? Ну вот Голодые сейчас люди Воспитать такого человека Возможно Или должны быть для этого Сибирский характер Определенные родители И если уже этого всего нет Всегда Личность Это стечение обстоятельств Это его родители Это его среда То есть воспитать не возьмут? Нет Воспитать Ну да Можно воспитать Но для этого Должен родиться такой человек И должны быть рядом люди Которые подскажут Направление движения И я ни в коем случае Не хочу говорить тебе Ничего неприятного Но на самом деле Особенно в такой день На самом деле Денис Мы об этом вскользь упомянули Он ведь Не только Фантастический пианист Он делает для регионов Потрясающие вещи Вот только мы были в Оренбурге Давай Ну подожди Вы знаете сколько роялей В Оренбурге По Сколько концертов Денис ты дал В Оренбурге Не в самом А вот пол Четыре концерта в день Мы с губернатором Объехали четыре маленьких региона И каждому подарили По новому роялю А вообще около 50 новых роялей Я убедил губернаторов В регионах Чтобы они купили Филармонию Или куда-то В школу Но это дело хорошее Это подвижничество Сегодня Ну сродни Я не знаю Героизму настоящему Потому что люди Не понимают Что действительно Культура Она складывается По кирпичику Если мы говорим О таких глобальных вещах Они в течение Очень долгого времени Развиваются И складываются И люди Которые этим занимаются Вот Денис Он один из тех В связи с тем Что вы много ездите В регионы И вас я тоже Об этом спрашиваю Интерес к классической музыке Мне все время говорят Что он растет А я в это Почему-то Не могу поверить То есть У меня нет оснований Не верить Но как-то Я могу сказать Происходит огромный бум Филармонический бум Не только на моих концертах На концертах Моих коллег Залы переполнены В основном ходят Молодые Вы будете смеяться Если я играю в Вене Берлине Лондоне Мадриде Милане Я вижу очень много Седых голов Просто визуально Хотя я сижу боком К публике Но когда кланяюсь Я вижу в целом Ситуацию У нас Столько молодых Лиц приходит Вот понимаете Почему они туда приходят Вроде бы Какое-то мнение есть Что классическую музыку Слушают меньше 2% Это такая чушь Не верьте этому Вообще рейтинги Это тоже зло Как и пробки На дорогах Я в этом убежден А скажите мне С вашей точки зрения А потом А почему Молодые люди приходят Слушать Они приходят Зачем Во-первых Я приложил К этому Тоже много Усилий Чтобы заманить Новую публику В зал И не только я Но и все мои коллеги Объясняли Разными способами Что это Такое То что будет Через 100 лет И это будет Настоящая Правильная Неразвлекательная История Это работа Прийти на концерт Классической музыки И не с первого раза У публики Публика может понять Что она должна испытать А почему они хотят Люди уставшие Владыри Что же уставят Некоторые Которые уже были И поняли в чем дело Кто-то заплакал Кто-то засмеялся Кого-то прижало к креслу Почувствовал себя лучше А когда начал разбираться В музыке Что-то начало притягивать А что Что А вот Сложно сказать От вас такая энергия Прям идет Правда Вы хотите Да С ощущением Что вы хотите сказать Скажите Пас на правый фланг Я Знаете Вот Я думаю Что Молодое поколение Оно очень Чуткое И Если сказать Одним словом По моему представлению Просто у молодого поколения Срабатывает Сейчас очень активный инстинкт Самосохранения Я Из своего опыта Вот Работы в Казани И Огромного количества концертов Которые мы вместе с Денисом Сыграли по Регионам России С нашим оркестром Республики Татарстан Я могу сказать Что Огромное количество молодежи Приходит Потому что Они понимают Что Правда Она В красоте И в прекрасном А не в сиюминутном Каком-то Вот Слушайте Вы говорите Невероятно Оптимистические слова Большое количество Молодежи Понимает Что правда В прекрасном Я думаю Да Опять-таки Возвращаясь К К моему Вот выводу Что У молодежи Как ни у какого Другого поколения В первую очередь Срабатывает Инстинкт Самосохранения Потому что Если Если бы дальше Скажем Продолжалась Такая же тенденция И У нас были бы Пустые залы И молодежь Совершенно Не интересовалась Ни эстетикой Ни музыкой Ни литературой Ни искусством О чем можно говорить Через 10-15 лет Это А скажите Когда вы выступаете В маленьких залах В маленьких городах К вам наверное Потом подходят же люди Они вам что говорят Они вас за что благодарят Кто-то говорит просто спасибо Кто-то расспрашивает Какие-то интересные вопросы Вообще Правильно Очень хороший вопрос Потому что Концерты В мегаполисах Это все понятно Но когда ты играешь В маленьких залах Небольших городов К сожалению Их не так много На моей гастрольной карте Но там Совершенно Иная химия В зале Происходит В этот момент Потому что Ну С первых секунд Ты понимаешь Когда выходишь на сцену Есть ли у тебя Вот этот контакт Люди спрашивают Так сказать Абсолютно разные вопросы Ну например Ну так сказать По поводу И композиторов И конкретно Тех произведений Которые я играл И спрашивают О записях О планах О каких-то актуальных темах Которые сейчас важны А меркантинные вопросы Интересуют людей Сколько вы зарабатываете На какой машине вы ездите Может быть Но среди моей Не решают Публики Обычно очень приличные люди То есть я хочу сказать Что просто нам кажется Что людей интересует Какая-то ерунда На самом деле это не так Ну бывали случаи Когда В артистическую Большого зала Зашла молодая Симпатичная девушка Сказала Вы можете дать мне автограф А там было очень много людей Пожилые Мои почитать не стояли Я говорю Где? Говорит На мне И она Разорвала на себе Какую-то Майку И я расписался Естественно Пожилые поклонники Были в шоке Но это редкость Вас из себя вывести Невозможно даже этим Вы думаете Что этот поступок Который Можно был Да Я думаю Ну это как-то Неординар Это было очень Это импровизация была А вас вообще И себе трудно вывести Я так понимаю Я сибиряк Мы же уже говорили Скажите мне пожалуйста Александр Анатольевич Вот Я возвращаюсь К конкурсу Чайковского Будет победители Какие-то Ну один И там будет Второе-третье место Как вам кажется Вот сейчас Эти люди Может быть нас смотрят У музыканта сегодня Какая миссия главная? Мне кажется Огромное количество людей После концерта Благодарят за пережитые эмоции Вот мне кажется Главная миссия музыканта Дарить Те самые эмоции Которые люди Только в концертном зале Только в каком-то Невероятном исполнении Могут пережить Отключаясь Хотя бы на два часа Из этого бешеного ритма То есть нести эмоции Нести только положительный Светлый заряд Позитивный Людям Ради этого Мне кажется Мы живем И в этом смысл Того Чтобы мы Музыку Эту Которая была написана Гениями В течение Многих веков Трансформировали Исполняли И эти вибрации Облагораживали людей И они Для этого и приходят В залы Они приходят в залы Посмотреть Кто В каком новом костюме Или кто Мы всегда в черных фраках Или рубашках И всегда на тех же самых Инструментах Которым уже по 300 лет Понимаете Смысл в том Что они переживают Какое-то Невероятное Ощущение Вот Если нам удается Это донести И в этом Смысл нашей миссии Если можно так сказать Вы так ее ощущаете? Свою миссию? Согласен Нести людям эмоции Энергию И позитивную Позитивную терапевтическую Волну А вот тогда Объясните нам Которые непрофессиональные музыканты В чем гениальность исполнителя? Исполнитель человек Который Как бы Это же художник С одной стороны Создатель чего-то С другой стороны Он интерпретирует то Что в общем уже До него много Это правда Но он проводит через себя Он проводит через Свою нутро Через свою душу Через свою интерпретацию Вот будет конкурс Чайковского Как нам Которые не члены жюри А просто зрители Отличить хорошего музыканта От плохого? Во-первых На интуитивном уровне Потому что Во-первых На интуитивном Абсолютно Потому что Когда ты Смотришь на человека Который сидит на сцене Ты понимаешь Каким-то Каким-то местом Насколько Эмоционально Или Насколько человек Понимает Что он играет В первую очередь Тот образ Который он замыслен Он же проводник Через время Я уверен в этом Человек Который играет Шопена Шумана Рахманинова Чайковского Передает через себя Те ощущения Которые был замыслен Замысливал композитор Много лет назад Через себя К публике Понимаете Это самое Право одни времени Конечно Право одни времени Да А вы так все ощущаете? Абсолютно Но понимаете В чем дело Здесь Здесь история Элемент Неожиданности Незапланированности Импровизации На сцене Потому что Я знаю Большое количество Музыкантов Очень хороших музыкантов Но которые Я могу разложить На несколько ходов Как они будут играть Вот Рихтер Скажем Чем он был? Он гений Он привнес Театр В концерт Классической музыки Практически В любой его концерт Скажем Свет Свет был только на ноты И была полная темнота В зале Он считал Что люди Которые смотрят На исполнителя Они отвлекаются От образа И от музыки Либо скажем Когда он начинал Сонату Листа Начинается Просто соль Он высчитал Выходил на сцену Садился И медленно считал До 30 И не начинал играть В зале начиналась Просто паника Это одни из моментов Которых он Которым он пользовался Безусловно И самое главное Не повторяться Хотя ты выходишь Играть концерт Чайковского 300-400 раз Но тем не менее Я пытаюсь Выходить Выходя на сцену Когда я играю Такие заезженные Гениальные произведения Ощущать себя Как первый раз Вот для меня Дирижер Помимо всего прочего Это очень опытный слушатель Помимо всего прочего Потому что вы Бесконечно слушаете музыку Бесконечно Я думаю Что кроме дирижеров Никто с такой Конечно музыкой Вы же не играете Постоянно слушаете музыку Вот скажите нам Как опытный слушатель Дайте нам совет Как правильно Слушать музыку Просто слушать музыку Я не знаю Как ее можно 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 не слушать Если это Прекрасная музыка Ты невольно Попадаешь В этот поток Вибрационный Ты закрываешь глаза И ты слушаешь И Дальше действительно Вопрос Твоих внутренних ощущений Согласен ты с тем Что делает этот исполнитель Или другой Или не совсем А любой человек Может слушать Классическую музыку Конечно Абсолютно Человек Который не лишен Слуха Я лишен слуха Абсолютно Но очень люблю Ну вот Многие люди считают Что это тяжелый Ну вот правильно Говорит Денис Это труд такой Да И им не подвластно У меня маленький ребенок Там ему 10 лет Например Ему не подвластно Вот что ему Ну нужно иметь Специальный подход Для того Чтобы ребенок Научился слушать музыку Ассоциативно С картинками С мультиками Может быть Где звучит Классическая музыка Может быть Какие-то инсталляции С картинами С игрушками И же масса детской музыки Абсолютно гениальная У фантастических композиторов Привить это можно И детям это надо прививать Абсолютно Я уверен Что после обучения В музыкальной школе Либо частные уроки Неважно Что у детей Просто открывается Другое полушарие После этого Это как Денис сказал Про успех В 7 лет Как исполнителя У детей Которые не занимаются Профессиональной музыкой У них тоже может быть Успех Узнаваемость Они вдруг узнают музыку Которую Они раньше где-то слышали И таким образом Это лавина Восприятие А можно сказать Что родители Которые ограничивают Своих детей В прослушной классической музыке Их чего-то лишают Бажно Конечно Почему? Ну не знаю Человек такой Вы знаете таких родителей Которые ограничивают Да Я знаю громко Потому что не хотят Водить музыку Я как раз нет А есть люди Которые У меня ребенок Ну ему сейчас 11 лет Но он уже не подчиняется мне А когда он мне подчинялся Он ходил Со мной Нет А есть люди Которые не водят детей Они чего их лишают Они их лишают Прекрасного Чувства Сложного Вы вопросы задаете Да Конечно Иногда Нелегко Ответить на них Но я постараюсь Они лишают детей Чувства Какого-то удивительного чувства Которое Повлияет на их жизнь Скажем так Абсолютно Они будут добрее В первую очередь Они не будут Они не будут Грубыми То есть музыка воспитывает Хороший Вкус Характер Чувство ритма И чувство мелодии Люди которые слышат Гениальную красивую мелодию Они понимают Что эта мелодия Не шерпотреб Народный артист России Александр Таврович Латковский Дирижер Заслуженный артист России Юрий Абрамович Башмет К сожалению в последний момент Завтра в пробке К нам не приехал Замечательно Наши участники программы Чокнули сейчас Юрием Башметом А мы волшебным образом Вот они думают Что Башмета нет А Башмет на самом деле есть Он будет в нашей передаче И прежде чем я скажу Заключительные слова Давайте послушаем Юрия Абрамовича Башмета Который поздравляет Нашего сегодняшнего юбиляра Денис Я абсолютно убежден Уверен в том Что ты Знаешь Как я Страдаю То что я все-таки Не попал На Такую На нашу общую встречу Пришлось развернуться Иначе я бы Не улетел На гастроли Вот Но Душой конечно я был с тобой И очень переживал Когда мы развернулись И вот сейчас Появилась такая возможность Все-таки Каким-то образом Даже не виртуальным Но Присутствовать И я имею возможность Тебя поздравить Устремлялся я К этой встрече Поскольку Так В кругу наших Общих друзей Ты Несмотря на то Что моложе Заметно Ты считаешься Нашим парнем Наш человек А это значит Чувство достоинства И в музыке И в жизни Потрясающая Быстрота реакции Чувство юмора И вообще талант И вот Что бы я тебе хотел пожелать Поскольку камера Это уже некий такой Официальный документ Получается Мне кажется Что ты еще далеко не Раскрылся Во многих Своих Данных тебе Богом И природой И талантах То есть еще Еще многое Многое впереди И главное Что ты все время Все время Как будто У тебя какой-то Мотор мощный Внутри находится И ты Бесконечно Занят Занят И творчеством И Когда ты успеваешь Организовывать Свои Свой фестиваль Крещендо Замечательный Когда ты это все делаешь Я не знаю Мне тоже иногда Такие вопросы задают Но Все Но я Но я вижу После концерта Ты продолжаешь Бежать Продолжаешь Играть И хочешь Все время Играть А если нет Концерта Объявленного То ты с радостью Прыгаешь К роялю Начинаешь Импровизировать И В общем Вот эта Жизненно Творческая Сила В тебе Огромная И В общем Лимита Я здесь Никакого не вижу Поэтому Желаю тебе Как можно Больше Я хочу Во-первых Денис Пользуя Случай Вас поздравить С этим Днем Рождения И сказать Мне кажется Такую важную вещь Мне кажется Денис Мацуев Это образ Современного Молодого Человека Мне кажется Очень важно Что образ Современного Молодого Человека Это музыкант Это вообще Очень важно Потому что У нас есть Кумиры Футболисты У нас есть Кумиры спортсмены. Очень важно, что большого количества молодых людей кумир-музыкант. Мне кажется, что это в принципе очень принципиально, потому что человека нельзя назначить кумиром. Это вот он либо становится, либо не становится. Я вас благодарю за то, что многие люди хотят быть на вас похожи молодые. Они хотят быть похожи на человека, который знает невероятное количество музыки и может ее исполнять. Мне кажется, само по себе совершенно замечательно. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока. Субтитры создавал DimaTorzok